Девушки отдыхают Дед Морозовка, в которой жил Дед Мороз и его внучка Снегурочка, и решил Дед Мороз сделать себе помощников, снеговичков и снеговичек, и с ними, как с обыкновенными мальчишками и девчонками, все время происходят разные веселые истории. Снегериус, Фемериус, Вита, Оживита! Ты у нас будешь ведеркин. Ты Чугунков. А ты Кроссовкин. Чайник-то еще с правной. Когда делаешь внуков, главное не жадничать. Добрый вечер. 15 месяцев Самуэла Маршака – одна из самых волшебных новогодних сказок. В декабре капризная принцесса захотела получить подснежники, а злая мачеха отправила падчерицу в лес за цветами. Девочка замерзла бы, но в новогоднюю ночь происходят чудеса. Она встретила братьев 12 месяцев, которые помогли ей и подарили волшебное колечко. Лоха твое дело, голубушка. Не время теперь для подснежников. Надо апреля месяца ждать. В книжке вы узнаете, что нельзя изменить ход времени. За зимой всегда наступает весна, за весной – лето, после лета – осень, а потом – снова зима. В этой книжке вас ждут веселые истории и приключения волка и зайца. На новогоднем утреннике заяц станет Дедом Морозом, а волк переоденется в Снегурочку. Волк всегда пытается поймать зайца, а его любимая фраза – это «Ну, заяц, погоди!». Читайте книжку Александра Курлянского «Ну, погоди!» или «Двое на одного», и вы узнаете, почему волки не любят зайцев. Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, погоди! Книжка Владимира Сутеева «Ёлка» перенесет вас в зимнюю сказку. Вы попадете в мир чудес и волшебства. Во многих новогодних историях Снеговик – это верный спутник и помощник Деда Мороза. А в книге Владимира Сутеева «Ёлка» вы узнаете о невероятных приключениях Снеговика-почтовика. Именно он передал письма детей Деду Морозу. Исполнилось их заветное желание. И наутро пушистая лесная красавица «Ёлочка» стояла во дворе и радовала ребятишек. В «Ёлку» поскорей принеси для всех детей. Эту «Ёлку» поскорей принеси для всех детей. Здравствуйте! Поздравляю вас с Новым Годом! А вот вам подарки. Спасибо! Спасибо! Дедушка, а ты к нам летом придёшь? Дорогие мои ребятки, объясните мне, старику, что такое лето? Лето! 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 Книга Василия Ливанова «Дед Мороз и лето». А вы знаете, какая мечта у Деда Мороза? Конечно же, увидеть лето. Но если Дед Мороз попадёт в лето, то он обязательно растает. А если сильно о чём-то мечтать, то всё всегда сбывается. И дети помогут Деду Морозу узнать, что такое это лето. А сейчас что? Лето! Вы разве не видите? Я лето хотел посмотреть, а ничего не вижу. О, понятно. Больной тает на глазах. Его совершенно необходимо отправить на север. Книга Эдуарда Успенского «Зима в Простоквашино». Встретить Новый Год в Простоквашино, что может быть лучше? Но Шарик и Матроскин поссорились, перестали разговаривать друг с другом, живут как кошка с собакой. А почтальон Печкин считает телевизор главным украшением стола. Сейчас в наше время главное украшение стола. Что? Цветы. Кусь. Телевизор. А он у вас паутину показывает. Я к себе пойду. Семейный праздник Новый Год помог всем помириться. Друзья дружно и весело встретили Новый Год. Деревня Простоквашино. Ничего себе. Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла. Я же говорила, что просто не могу жить без нашего Простоквашино. Деревня Простоквашино.